И всем привет ребят, с Мистер Байк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим наш замечательный танкофон. Что же с ним произошло? Почему он вдруг резко встал колом? В чем глобальная проблема и причина его остановки? И что будет дальше? Что будет дальше с этим замечательным танкофондом? Этот вопрос мучает всех и в том числе меня, потому что то, что с ним происходит, для меня лично остается полнейшей загадкой и непониманием того, как танкофонд мог расти, 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 а потом бац и просто встать колом. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас в игровой аккаунте кустой тему личный, так, так, тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего танкофонда, то уже на протяжении 3 дней он не может набрать 1 миллион. 1 миллион в течение 3 дней не может набраться в танкофонде, то есть грубо по 300 тысяч растет наш танкофон в день и это очень сильно расстраивает. Да, это значит то, что этот танкофонд может даже, даже нет забрать кризиса с броненосцем, даже я уже не говорю о каких-то других наградах. То есть по сути он настолько сильно встал на одном месте, что вся его скорость, которая была изначально, все мои ожидания и все мои мысли по нему, просто вот так вот бах и вмиг растворились. И вмиг просто пропали, можно так сказать, с радаров и мы лицезреем максимально грустную картину, да, в этом плане. Но при этом все в раскладе, бустер растет, работочка по нему ведется и геюшки залетают в карманчик. Поэтому в целом для нас, для простых, как говорится, смертных ситуация складывается максимально грустно и честно, когда я изначально говорил покупать этот танкофонд, смотря на его призы, я даже представить не мог, да, что в моменте танкофонд может просто вот так вот встать на одном месте и просто стоять. Я смотрел на динамику, смотрел на его рост, ну и видел, как танкофондик потихонечку, потихонечку набирает обороты и вместо такого конкретного торможения я в своей голове представлял, что у нас наоборот будет более ускоряющий рост, да, этого танкофонда. Но, к глубочайшему сожалению, мы пока что стали колом и для меня лично пока что непонятно даже сколько этот танкофонд может набрать по итогу, да. По сути, наверное, все те ребята, которые хотели его купить, они уже его приобрели, они уже сделали вклад в этот танкофонд, я до сих пор считаю, что вложение в этот танкофонд, если он наберет, а он 100% наберет и 16, и 17, может быть даже и 18, 19 миллионов. Это уже 100% окупалова танкофонда как минимум, и это 100% лучшее вложение, которое есть в игре на сегодняшний момент времени. И даже забирая с этого танкофонда 16-17 уровней, да, то есть получая в сумме ультра обычные там недельные, да, то есть, ну, не сказать, что тут большое количество, да, получая вот эти вот два устройства, получая ультрик, если добираем, конечно, двадцатку, то там вообще шикарные уже цифры, да. То есть это, по сути, уже вложение ценнее, чем элитный пропуск, да, то есть если посмотреть элитный пропуск, то у нас, что здесь есть из интересного, есть легендарный ключ, есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть, по сути, у нас есть, ну, грубо, тридцать, тридцать контейнеров, тридцать контейнеров за две тысячи, да, или сколько там у нас стоит, две триста, тридцать контейнеров, одно устройство вот сейчас добавили, до этого устройства не было в элитных пропусках, и легендарный ключ. То есть это все дело в окупалове выглядит за две триста. Здесь за тысячу четыреста у вас будет возможность получить, ну, в моем понимании, тридцать минимум, тридцать у этих контейнеров минимум, два устройства, двадцатка недельных, тридцатка обычных, по пятьсотке припасов всех, ну, понятное дело, слот у всех уже практически имеется, но я думаю, что будет ребята, у которых еще и слота нету. Ну, и, как бы, тридцать ядерки тоже, как бы, ну, такое, типа, да. Если забираем двадцатку, двадцаточку, то уже шестьдесят ультриков выглядят за тысячу четыреста контейнеров значительно сильнее даже, чем этот элитный пропуск, да, то есть здесь уже вопрос того, докуда танкофонд дошел. Но мои вообще изначальные ожидания, да, и чего я хотел получить с этого танкофонда, если не все призы я хотел получить, то хотел получить хотя бы двадцать три приза, забрать вот эту смоку с гиперскоростью и уже в целом, ну, чувствовать хороший, хороший прибылевский, так сказать, в карманчике. Но, по итогу, пока что все, что мы видим, выглядит максимально грустно и в этом плане остается только надеяться на то, что у тебя будет возможность подлутать дополнительные танкоины с лотереи, да. Ну и на то, что танкофонд хотя бы наберет минимальные позитивные значения, чтобы окупить этот танкофонд. Иначе в очередной раз танкофонд станет провальным. Даже такой танкофонд, даже такой танкофонд станет провальным. Это жестко, честно, это жестко. Вот то, что такой танкофонд не будет набирать, я, честно, ну, ни в каком виде это увидеть, спрогнозировать точно не мог. Ну, потому что, ну, здесь уже есть все в этом танкофонде. Все! Просто все для того, чтобы он набирал. И он стоит на одном месте. И это максимально, максимально грустно. Пишите, что вы думаете по поводу танкофонда. Какие у вас мысли? Сколько он все-таки по итогу наберет? Докуда мы дойдем в этом заветном танкофонде? Есть ли у нас еще шанс дать врывалову в этот танкофонд и полететь еще в нем? Либо же этот танкофон уже полностью мертв и он никуда особо больше не двинется. Пишите все свои мысли. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Присоединяйтесь в дискорд. Участвуйте в розыгрыше по тегу. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Продолжение следует...